Все знают Кутузова, Пушкина, Гагарина. Их имена у всех на слуху. Но, к сожалению, есть целый ряд исторических персонажей, не так широко известных публике, а, к сожалению, иногда умышленно забытых властями. К примеру, Михаил Дмитриевич Скобелев. Рассказ об этом человеке является напоминанием о том, как важно знать и ценить историю нашей Родины. Конечно, о таких людях, как Скобелев, нам в школе не говорили практически. Двойственное отношение при Советском Союзе, белый генерал какой-то, тот, не тот, но лучше его не вспоминать. Выйдите на улицу, спросите про Скобелева, никто вам ничего не ответит. В общем, внятно. Ну, может, ответит кто-то, но очень небольшой процент, я думаю, людей. Родился Михаил Дмитриевич в семье потомственных военных в доме коменданта Петропавловской крепости, коим тогда являлся его дед, генерал Иван Никитич Скобелев. Дед и отец были генералами русской армии и имели значительную известность в обществе. Дед Иван Никитич даже был старшим адъютантом Кутузова. Николай I с детьми частенько заходил в доме коменданта Петропавловки. И маленький Миша мог даже общаться с будущим императором Александром II, тогда тоже еще молодым подростком. И вот благодаря, конечно, вот этим придворным связям, значительному богатству своего отца, отец его потерян был миллионером, это вот тот счастливый случай, когда настоящий талант получил поддержку, вот такую административную и финансовую, которая позволила ему в значительной степени расходиться. Если бы смерть не унесла его в неполные 38 лет, неизвестно, как бы вообще сложилась история нашего государства. Скобелев получил добротное домашнее образование. А потом был отправлен на учебу в Париж, где прошел полный лицейский курс и отличную языковую подготовку французский, английский и немецкий языки. Вернувшись, готовился в Петербурге к поступлению на физико-математический факультет. Поступил, но из-за студенческих волнений Санкт-Петербургский университет был закрыт. А Скобелев, не желая оставаться в неопределенности, отправился в вольно определяющемся в элитный лейк-гвардии кавалергардский полк. Это переломный момент в жизни нашего героя. Осознанное определение на военную службу. В Академии Генстам он учился, кстати, так средненько весьма. И в выпуске он был далеко не первым, если не в конце где-то. Просто его какие-то предметы интересовали, и у него по ним были высочайшие осадки. А какие-то не интересовали. И он, так сказать, к ним относился с прохладцей. Военная служба в те годы была делом крайне престижным. Даже, правильнее сказать, естественным. Среди, как сейчас говорят элиты, было непопулярно, а то и позорно не служить отечеству. Средний возраст жизни мужчин составлял тогда всего 30-32 года. На невоевавших людей в возрасте смотрели с долей иронии. Представитель высшего сословия был просто обязан отдать долг своей родине. И в мужском обществе не слухи и сплетни, а именно военные истории и подвиги были основной темой разговора. Почти в каждой семье был военный. Отсюда и успешные результаты, проявляющиеся доблестью юных наследников своих воинов-отцов. Например, таким был Павел Андреевич Шувалов, который в 23 уже был полковником и воевал против Наполеона. Об этом очень мало пишется. Об великих людях, которые строили наше великое государство. Не пожалели своей крови, своей жизни, своего здоровья, чтобы наше государство существовало и благоденствовало. Боевое крещение в реальных стычках и боях Скобелев получает, участвуя в подавлении польского восстания, за что он ограждается орденом Святой Анны 4-й степени и чином поручика. На одной из фотографий, я думаю, что это 1981 год, он еще в мундире периода царства Александра II, и у него висит и в колодке Микренбургский крест за заслуги в войне, и такой же крест висит на мундире, это крест первой степени. И я почему-то пришел к выводу, что эти оба креста он получил за русско-турецкую войну. И какое было мое удивление, когда выяснилось, что эти крести он получил совершенно за другие компании. На одном кресте второй степени стоит дата 1870-й, можно решить, что это франко-прусская война. Но официально ни в одних книгах, воспоминаниях, мемуарах не упоминают, что Скобелев был участником этой войны. Но дать крест за заслуги в войне, да еще за конкретную компанию, могли только тому человеку, который принимал участие. Милютин в своих дневниках пишет, что Скобелев не успел туда. Он просился, через дядюшку отца он все-таки продавил такое решение, но Милютин, что он не успел. Нет, вот этот крест, он говорит, что он успел туда. И скорее всего Михаил Дмитриевич, как офицер генерального штаба, в то время подполковник генерального штаба, был там в качестве разведчика военного. Так сказать, полководец, не только военный администратор, он еще и был военным разведчиком. С начала 70-х годов начинается его активная боевая деятельность. Участвует во многих походах и операциях. В частности, в знаменитых Хивинском и Коканском походах русской армии. Руководит авангардом, участвует в боях и стычках, набирается опыта и даже получает ранения. Размеренно и четко, под натиском обстоятельств, будто мышца растет знаменитый в будущем белый генерал. Значительная степень это самообразование. Я сейчас говорю не про талант, а про знания. Он, даже находясь в походах на Балканах, в Средней Азии, он выписывал огромное количество литературы, периодической и, значит, военно-прикладной, военно-исторической, которую внимательно изучал, и у него в приказах даже, что касается господ офицеров, советую как можно больше читать по нашей профессии. Несмотря на очевидные успехи, Михаил Дмитриевич был обойден в наградах из-за недовольства им, заслуженным и суровым российским генералом-немцем Константином Петровичем фон Кауфманом. И он нашел, что ответить. Вызвавшись провести рекогностировку, Скобелев разведал пути одного из русских отрядов полковника Маркозова, который ранее не дошел до цели. Переодевшись в одеяние туркмена, вместе с проводниками из местных жителей проскакал весь маршрут, наплевав на серьезную угрозу нападения со стороны кочевника. Он смог нанести весь маршрут на карту с деталями и подробностями. Командующий наградил его орденом Святого Георгия 4-й степени. У русского человека особое отношение к смерти. Но прежде всего, человека укрепляет, что? Сейминутно отдать жизнь за друга своего, за Христа, за Отечество. Я бы даже сказал, что русскому офицеру свойственно некоторое азартное отношение к опасности. Смерть неустанно кружит над полем боя, не смыкая глаз ни днем, ни ночью. То и дело норовит ухватить очередную жертву. Что делает русский военный? Правильно. Ухмыляется ей в лицо, а порой и просто издевается над ней. Вот эта глубинная честь, благородство, оно осталось. И мы это знаем по Великой Отечественной войне. И вот у Скобелева, видимо, что-то подобное было, потому что он, и вам известно, считал себя неуязвимым. И всегда он на белой лошади, в белой одежде, белый офицер. К счастью, Скобелеву удалось провернуть свою аферу и остаться в живых. Но, к сожалению, часты случаи, когда за риск приходилось платить большую цену. Например, беспрецедентный подвиг егерей Корягина во время русско-персидской войны. Небольшой отряд полковника Корягина, всего 500 штыков, солдат и офицеров, сдерживал 40-тысячную персидскую группировку, прикрывая собой, как живым щитом, всю восточную Грузию и Карабах. Так, измотанный постоянными боестолкновениями, отряд отходил на новые позиции. И вдруг дорогу ему преградила глубокая канава, которую невозможно было преодолеть вместе с орудиями. И тогда русские солдаты и офицеры из ружей и собственных тел соорудили живой мост. Орудия были спасены, но дорогой ценой. Два солдата погибло. Подвиг русского солдата увековечил в своей картине «Живой мост» известный художник Франц Рубо. Сейчас эта картина находится в музее «Московская панорама. Бородинская битва». Обязательно посмотрите на нее. Она того стоит. Уже полковник и флигель-адъютант Скобелев в 1875 году снова прибыл в Ташкент для участия в военных действиях, отбивать мятежника. В Коканде вспыхнуло восстание, которое быстро приняло антироссийский окрас. Поэтому Коканду была объявлена война, и туда был организован поход русских войск под личным командованием Кауфмана, который и поручил Скобелеву командование всей кавалерии. Здесь наш герой еще сильнее обрастает мясом и учится воевать, приумножая свои знания тактики и стратегии. Зарабатывает авторитет. Он, безусловно, хотел славы, хотел почета, хотел признания своего таланта, но это абсолютно не означает, что он любыми способами готов был идти к этой цели. И это по многим его действиям видно. В сражении под крепостью Махрам, где небольшому отряду Кауфмана противостояла почти 50-тысячная Коканская армия, исход решил именно удар кавалерии под командованием Скобелева, который врубился в массы противника и заставил их спасаться бегством. С одной стороны освободитель Болгарии, с другой – проработитель Средней Азии. Дело судилось в том, что много было набегов. Уводили людей в плен, мешали торговле, грабили на торговых путях, поэтому вынуждены были ходить походами, вынуждены были присоединять ту же Хеву, Кокант, Турхменские земли. Да, это была колонизация, но колонизация, проводимая царской Россией и колонизация, проводимая, допустим, Англией – это две разные колонизации абсолютно. Россия принимала в себя эти государства, оставляла их равными себе по правам, по возможностям. Но это не та колонизация, которая приносила разграбление, выкачивание ресурсов. Наоборот, Россия вносила большие средства для того, чтобы обогатить Среднюю Азию. Вот что такое Туркмения или вообще все, Узбекистан того времени, они не были богатыми государствами? Промышленные отношения абсолютно неразвитые земли. После революции все это приобрело другой оттенок. Кровожадные царские генералы, так сказать, выполняя волю такого же кровожадного царя, значит, захватили, присоединили, поработили, или лишили независимости. Странно, что тогдашние руководители не проводили аналогию с собой. Ведь все эти земли после революции отвалились от нас и превратились в самостоятельные республики, которые вошли в состав Советского Союза. Кстати, точно так же, как и до революции повторилась история. Их никто не заставлял забывать свой язык, порочить свою историю. Им помогали строить промышленность. Для многих этих государств был придуман алфавит. Не было письменности во многих этих государствах. И все это делалось на братской основе. В 1881 году, взяв Текинский город, к удивлению туркмена, ожидавших расправы, генерал Скобелев приказал русским врачам и солдатам оказать первую медицинскую помощь всем раненым. Но даже не это удивило город, а то, что Скобелев передал практически все продукты, которые были у его солдат, местному населению. Наша задача – из рабов сделать людей. Так говорил генерал Скобелев. И это поважнее всех наших побед. За боевые успехи Кауфман, уже пересмотревший свои взгляды на Скобелева, добился производства Михаила Дмитриевича в чин генерал-майора. Вступление русского отряда в Кокант не остановило военные действия. Нападения на русские посты и укрепления продолжались. И окончательное подавление восстания является исключительно заслугой Скобелева, который нанес восставшим несколько тяжелых поражений. После чего один из лидеров мятежников, Абдурахман Автобачи, сдался Скобелеву. А другой, Пулатбек, был схвачен и повешен. После подавления восстания ханство было присоединено к империи в качестве Ферганской области, первым военным губернатором, который был назначен Скобелев. А также он был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени. Кстати, город Новый Маргеллан носил имя Скобелев с 1907 до 1924 года. Однако многочисленные враги и недоброжелатели Скобелева из знатных фамилий, которым последний не дал случая отличиться, очернили его в Петербурге. И он фактически оказался без места перед началом войны с Турцией. Были люди, которые считали его выскочкой, которые говорили, что он вообще там вот он в Туркестане воевал вроде с неполноценным противником, с халатниками, как они говорили. Ваше Величество, наше положение столь серьезно, что при бездействии оно может привести к катастрофе всей военной кампании. И уверяю вас, счет идет не на дни, а на часы. Противостояние штабных и полевых чинов всегда было, есть и, к сожалению, будет. В то время конфликты были особенно обострены в силу огромной престижности воинского звания. Кабинетные чиновники, не нюхавшие пороху, были готовы служить своей карьере, конкурируя с боевыми офицерами. Отсюда понятна и непопулярность Скобелева, человека, не принимающего участия в подковерных играх, но талантливого, полевого командира, человека, верного военному делу. Зависть – это скорбь по благу ближнего. Вот таких скорбящих по благу Скобелева было огромное количество. Светские рауты Скобелев не любил. Светскую жизнь категорически не понимал. Это тоже многих раздражало. На свою беду Михаил Дмитриевич и за словом в карман не лез, и на действие был скор и решителен. Чтобы поступок совершить, каждому это дано. Реально, вот иди и сделай что-то. Но тут возникает сложность. Как пишут нам историки, пока решали в штабе, что надо сделать именно так, Михаил Дмитриевич это брал и делал. Совершенно обоснованно и ожидаемо высокопрофессиональный и постоянно самосовершенствующийся Скобелев становится одним из главных героев русско-турецкой войны и получает там общую европейскую известность. Начало войны он встречает в качестве начальника штаба Кавказской казачьей дивизии. Находясь на должности губернатора области, большой области, двухмиллионной, где он был царь-бух и воинский начальник. Он ушел никуда. Состоять при штабе, потом начальник штаба казачьей дивизии, это генерал Свиты, кавалер к тому времени двух георгиевских орденов, предварительно награжденный золотым оружием, начальником штаба дивизии. Это не должность была для него, это должность выпускника Академии Генерального штаба. Параллельно с ним существовал в России еще один такой же выдающийся военачальник и герой, это Михаил Григорьевич Черняев, так называемый турчестанский лев, не поехал просто так на войну. Он ждал высокой должности. И о нем забыли фактически, потому что новые герои появились. Появился Скобелев, появился Гурко, появился Ставополхмирский. Вот что значит, так сказать, ждать должности или пойти как Скобелев и стать героем. Он стал героем. Остается верен себе, своим принципам и стилю, и в переправе отряда генерала Драгомирова через Дунай лично ведет за собой переправляющиеся роты солдат, сбивает передовые цепи турок и обеспечивает русскому авангарду закрепление на противоположном берегу Дуная. В этом весь Скобелев. Дунай – это водная преграда, очень серьезная. Она серьезна даже для современной армии. Больше километра ширина там обычно. Действия вот этих наших моряков храбрых, установлены ими минные заграждения, потом еще артиллерию применяли, значит, устанавливали батареи. А инженеры в это время вместе с моряками готовили переправу. И были ложные переправы, наводились ложные сосредоточения войск. Героем этой переправы была 14-я пехотная дивизия генерала Драгомирова. Она первая переправилась через Дунай, она должна была захватить плацдарм, на которой уже опиралась бы армия под прикрытием темноты. И там же участвовал генерал Скобелев. Не дали ему никакой должности еще пока. Положение причисленного, так сказать, вот к этой дивизии Драгомирова, он переправлялся через Дунай. Потери там были, хотя потери были небольшие. В общей сложности 30 человек было потеряно только при переправе. При таком масштабе действия и при таких сложных, в общем-то, условиях это считалось, ну, очень неплохо. Вот эта операция по форсильному Дунай, она потом многие годы изучалась в военных академиях, не только в русских, как блестящий образец преодоления вот такой сложной, значит, водной преграды. Ни одна война второй половины 19-го столетия не дала столь обильной пищи для размышлений многим военным деятелям различных государств, как эта война. Россия сохранила Крым, освободила православную Болгарию и теперь свысока говорит с Западом. После неудачной Крымской войны авторитет России находился на очень низком уровне. И военный авторитет, и политический в том числе. Он помог его восстановить. Есть очень хорошая карта, которая объясняет как бы суть вот этой ситуации, которая сложилась в Европе, на Балканах в середине 19-го века. Карта сделана в Англии, и Османская империя изображена в виде больного человека, каким ее называли вот как раз в 19-м веке. Распадающаяся Османская империя. И вот на страже вокруг стоят государства, которые так или иначе заинтересованы в этом наследстве Турции. А Россия олицетворяет собой справедливость в лице Александра Второго. Поля сражений в Болгарии внесли много новше стратегию, тактику, стали проверкой качества вооружений. Турки и их устаревшая техника явно сплоховала в войне. А вот немецкие пушки и английские ружья нанесли немало потерь русским. Неимоверная стужа, глубокий снег и пронизывающий ветер не стали преградой для русских солдат при переходе через Балканы. Какая еще армия была способна совершить подобное? Желание, как губка, впитывать все вот происходящие моменты, которые мешали проведению успешных боевых действий. То, на что в армии того времени русской не было принято обращать внимание высокопоставленным... Да какие высокопоставленные? Начиная уже с командира полка. Не очень, так сказать, вникали в какие-то мелочи. Допустим, как перевести раненого в ногу солдата? Как не заморозить, как 2-ю гвардейскую дивизию? Лейб-гвардейскую дивизию заморозили, понимаете, на переходе через Балканы. А у Скобелева вся дивизия была одета в тулупы. Скобелев сам писал рецепты, чем смазывать сапоги, какие носилки делать. Любил он солдат, прежде всего, тем, что заботился об них. У нас хранится такой интересный планшет, в котором есть два автографа и Георгиевский крест. Автографы один Скобелева, второй полковника Соболева, который был сослуживцем Скобелева еще по Туркестану, который давно знал его, и Георгиевский крест Скобелева, который он передал Соболеву. Дело в том, что в армии существовало вот такое обрадание, что ли, через передачу ордена старшего офицера, младшему генералу от генерала офицеру. И вот такая история произошла как раз с этим Георгиевским крестом, который Скобелев получил еще во время Туркестана. А во время русско-туристской войны, после перехода в Балкан, Соболев был награжден Георгием четвертой степени. Ну, поскольку дело происходило в Болгарии, в Балканах, конечно, любому офицеру, награжденному орденом, хочется сразу же иметь этот орден. Скобелев снял с себя вот этот крест, но он был уже кавалером Георгия третьей степени, но, тем не менее, носил и четвертую тоже. Вот, и передал его Соболеву. Не жалел ни своих средств для того, чтобы одеть, обуть свою солдату. Он всегда говорил, что солдат, тогда солдат, когда он сыт и накорблен. Места для обогрева и места для приготовления пищи, и даже отхожие места. И обращал на это внимание, и заставлял командира, наказывал жесточайшим образом за неисполнение своих приказов. Он неожиданно появлялся в ротах батальонов, приходил и проверял, что едят солдаты. Если солдат не получал хотя бы один раз в день горячей пищи зимой, этот командир лишался должности. Он так и писал в приказах. Буду отрешать беспощадно от должности всех начальников до бригадных командиров включительно. Скобелев на Балканах зафрахтовал за свои деньги пароход до Одессы, чтобы вывезти раненых и оказать им своевременную помощь. А перед зимним походом, опять же, на собственные средства, одел всю свою дивизию в полушубке. Да, русскому солдату и офицеру свойственен кураж. Свойственно надменное, азартное отношение к опасности и смерти. Но а быть для кого, головой рисковать он тоже не будет. Под силу русским войскам было бы и взятие Стамбула. Доказательство тому их безудержный скоростной рывок Царьграду. Форма параллельного преследования одна из тактических находок русского командования. Естественно, Скобелев участвовал во многих операциях русских войск на Балканском театре. Принимал самое непосредственное участие и отличился в двух штурмах Плевны. Разработал и реализовал план по взятию города Ловчи, который прикрывал Плевну с южного направления. Вот эта Плевна, которая стала надолго, можно сказать, таким камнем преткновения, она на самом деле сначала не была крепостью. Это был, в общем-то, такой городок небольшой, продон, окружен он был холмами. Турки, тоже понимают прекрасное значение стратегического этого пункта, стали там, естественно, строить земляные укрепления, как-то закрепиться, чтобы... И из простого городка получилась крепость, то есть, кстати. И после трех неудачных штурмов, которые были, конечно, недостаточно хорошо подготовлены и проведены, пришлось, значит, наконец, понять, что нужно блокаду просто устроить. Скобелеву удалось добиться, значит, наконец, должности, и он получил командование пехотную дивизию, вот, и вот эта дивизия его, его руководством, она, надо сказать, действовала наиболее смело. Никому не удалось прорвать оборону турок, чтобы войти в город, да? Это удалось только Скобелеву с ничтожными силами. Понимаете, казачья бригада неполная, козловский полк 123-й пехотный, и там, две батареи артиллерии. Скобелеву удалось захватить, значит, во время штурма редуты турецкие, но, значит, он не получил подкреплений. Потом сам Сулейман, один из талантливших полководцев турок, признал, что он уже считал, что дело проиграно, но никто не помог, никто, вот эта зависть проклятая не позволила Криденеру дать резерв Скобелеву, чтобы хотя бы полк, он просил, дайте полк хотя бы, вот, они больше суток продержались. Талант полководца разворачивается вовсю, что интересно и совершенно в духе Михаила Дмитриевича, он заслуживает похвалу как императора, так и своего противника, Осман Паши. В тяжелейших погодных условиях в декабре совершает переход через Балканы и, командуя одной из колонн, блистательно побеждает в шибко-шейновском сражении армию Весель Паши, которая была частично уничтожена, а частично взята в плен. Это была последняя турецкая армия, преграждавшая путь к столице. Он доказал там фактически, что он, значит, может воевать прекрасно и в чем лучше других. Вскоре Скобелев назначен командиром Амангарда русской армии, во главе которого и берет Андрианополь. Известие о перемирии с Турцией достигает его в местечке Деде-Акау, всего в 12 километрах от Стамбула. До обидного близко. Будучи сторонником занятия турецкой столицы и взятия пролива в Босфор и Дарданеллы, он сильно разочарован итогами войны. Военные и дипломаты здесь находились на разных точках зрения. Возможно, была новая война с Европой. Та война, которую Россия уже пережила годы Крымской войны. И поэтому русская дипломатия вынуждена была пойти на пересмотр Сан-Стефанского договора. Это было поражение русской дипломатии, но, как считают многие историки, оно было как бы неизбежно в той ситуации, которая сложилась тогда в Европе. И поэтому в общем-то Европа была очень недовольна той ситуацией, которая сложилась победой России, укреплением ее на Балканах. И поэтому, конечно же, Европа попыталась уменьшить эти успехи. По итогу войны с Кобелевым в Болгарии и России были созданы гимнастические дружества. Этакие клубы атлетов, цель которых определялась так развитие и усовершенствование физических и нравственных сил человека и подготовка учителей гимнастики и стрельбы для дружеств и школ. По донесению турецкого агента, в один прекрасный день все население Южной Болгарии обзавелось ружьями с патронами. Поговаривали, что они куплены у российского правительства. Дипломаты, наезжавшие в болгарские села, пытались доказать, что эти ружья не заслужили хорошей репутации. На это они получали один ответ. Но ведь русские с ними дошли до Константинополя, русским офицерам, занимавшимся подготовкой дружин, Скобелев объяснял, что необходимо соединить жителей селений и деревень в отдельные сотни для успешного обучения и что главное внимание при этом должно обращаться на правила строя и прицельную стрельбу. Слова Скобелева «Если нужно, отдайте жен, детей, именья, но берегите ружья» стали всеобщим девизом. Некоторые русские генералы периодически грешили отношением к солдату как к пушечному мясу, но не те, чьи фамилии мы чтим и помним до сих пор. Суворов, Румянцев, Кутузов, Котляревский, Скобелев. Тут даже не о том речь, убьют тебя или не убьют, а взять на себя смелость за всех этих людей, сказать, что я выйду и попытаюсь разлить вот это. Я думаю, что в Скобеле вот это было, что он первый, один на белой лошади. Бережное отношение к солдатским жизням, уважение к нижним чинам и офицерскому корпусу возвращались командирам ответной любовью, почитанием и уважением. Это великое умение, сохраняя авторитет и будучи выше по чину, не ставить себя выше как человека. За успешное командование Второй Ахалтыкинской экспедиции русских поиск Михаил Дмитрович произведен чин генерала от инфантерии и награжден орденом Святого Георгия Второй степени. Те военачальники, которые планировали проведение этой операции, сходились в мнение, что надо 4-4,5 года и до 40 миллионов рублей золотом Скобелев провел эту операцию за 8 месяцев. И стоила она 13 миллионов государству. Почему? Потому что он четко представлял, он проанализировал предыдущие, первую халтыкинскую экспедицию Таргукасова и Ломакина. Боевые действия, которые еще Перовский вел в Средней Азии. Боевые действия, проводимые своим любимым командиром и начальником, и человеком, поставившим его на ноги, Каухманом. С одной стороны нужно много воды, с другой стороны нужно тепло, нужно сохранить силы людей, а для этого нужно как можно больше средств передвижения в виде верблюдов. Скобелев, следуя от Красноводска к Ахалтыке, строил железную дорогу. Да, узкоколейку, но железную дорогу строили. Применили гелиографы для того, чтобы передавать сведения, телеграмм. Аральская флотилия использовалась для подвоза плоскодонной мониторой, хотя ему совали титулованных людей, которые, понимая, что операция все равно принесет награды и чины, он взял Куропаткина, он взял Градекова, и он взял Макарова, будущего командующего флотом Техого океана, он у него командовал этой Аральской флотилией, и не ошибся ни в коем. Он набрал команду таких же талантливых людей, как он сам, или, по крайней мере, близких ему по духу. Это тоже очень, конечно, важно. В ходе операции, когда выяснилось, что интенданты его обманывают, нет, ненужного количества верблюдов, и к тому же значительность животных непригодна для такой операции, как он писал в своем донесении в Петербурге, я был вынужден отстранить от должности всех интендантов отряда предать некоторых суду, а одному из них, это у старшего, угрожать даже смертельной казнью, поскольку себелюбивые, корыстные, преследование себелюбивых, корыстных целей достигало пределов государственной измены. И он был вынужден призывать обычных купцов, Мехотникова, Громова, которые на свои деньги, поскольку прохождение денег тоже занимает длительное время, в своем донесении написал так, он, Громов, явился мне на помощь на Трехской линии в момент столь критический, что по долгу службы свидетельствую, Громову мы обязаны окончанием экспедиции в 81-м году. Понимаете, полководец, который завоевал славу такую, если не мировую, так европейскую, это точно, уступает значительную часть этой славы какому-то купцу. Скобелев был почитателем русского народа и считал, что у России особый путь учиться и заимствовать у них все, что можно, говорил он, но у себя дома устраиваться так, как нам удобнее. тяготел к славянофильству и он был так, немножко и консерватор. У него вот уживалось как-то с одной стороны стремление ко всему новому, прогрессивному, и в то же время вот он был очень большой поклонник русского стиля жизни. В свои последние годы стал публично выступать со славянофильских позиций. Однажды он выступил со следующей речью. Опыт последних лет убедил нас, что если русский человек случайно вспомнит, что он благодаря истории все-таки принадлежит народу великому и сильному, если Боже сохранит тот же человек случайно вспомнит, что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне терзаемым и попираемым, тогда в среде доморощенных и заграничных иноплеменников поднимаются вопли негодования, что этот русский человек находится лишь под влиянием причин ненормальных, под влиянием каких-либо вакханалий. Престранное это дело. И почему нашим обществом овладевает какая-то странная робость, когда мы коснемся вопроса для русского сердца вполне законного, являющегося результатом всей нашей тысячелетней истории. Понятно было с 10 века, что вместе быть выгоднее и умнее, чем мы по обильности. Объединение не против кого-то, а просто все одинаковые. Высказывался за создание Единого Славянского Союза, направленного в первую очередь против австро-германской угрозы на Балканах и в Европе. Считал именно Германию главным врагом России. За выступление подобной направленности перед сербскими студентами в Париже в 1882 году был отозван в Россию. Вы только подумайте, генерал Скобелев практически предсказал Первую мировую войну за 35 лет до ее начала. Неизвестно, как бы вообще сложилась история нашего государства. Безусловно, Скобелев был главнокомандующим во время русско-японской войны. Безусловно, он бы командовал не так, как его начальник штаба Куропаткин, который Скобелев все время предупреждал. Ты, говорит, Леша, прекрасный начальник штаба, но упаси, бог тебе, когда-нибудь стать главнокомандующим. Он знал определенные нерешительности Куропаткина в принятии судьбоносных решений, и он старался всегда как бы полумерами ограничиться, что и привело к этим крайне досадным поражениям, где мы имели все возможности нанести поражение, наоборот, японцам. Я думаю, что были бы одержаны победой, никакой революции 1905 года просто бы не было. А по самому возрасту он мог бы даже и в Первой мировой войне принять счастье, хотя я уверен, что тогда и Первой мировой войны бы не было. То есть вообще история могла пойти по-другому. Примечательно, что Скобелев отмечал важность для России взаимоотношений с Ближним и Средним Востоком. Многие жалели, что в штабе нет именно его. После панихиды по генералу Кауфману Михаил Дмитриевич сказал священнику местной церкви «Каждый день моей жизни отстрочка данная мне судьбой, ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Но так я вам скажу, судьба или люди скоро подстерегут меня». Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев скончался в Москве в 1882 году. По официальной версии от сердечной недостаточности. Что странно, ведь он был известен тем, что лично открывал гимнастические общества и в России, и в Болгарии. Скончался в гостиничном номере с известной в столице как Коткой, что, конечно, придает смерти определенный оттенок. Хотя осуждать холостого мужчину в самом расцвете сил мы не имеем права. После смерти белого генерала прошел слух, что из Паскова в числе прочих документов исчез план войны с Германией, якобы разработанный Скобелевым. Бумаги, переданные им Аксакову, полиция изъяла, как и многое из того, что бережно хранил Иван Сергеевич в своем домашнем архиве. Для меня очень интересно наблюдение генерала Витмера, был такой преподаватель Академии Генерального Штаба, генерал-мэр Витмер, что когда до меня дошла весть о смерти Михаила измечен Скобелева, я вскочил и, повернувшись к иконам, принес горячую благодарственную молитву Господу Богу, что тот прибрал этого чистолюбца, который неминуемо втравил бы Россию в какую-нибудь кровавую войну. Знаете, точка зрения какая, да? А он хорошо знал Скобелева. И Витмер пишет дальше, а это написано в 95-м году. Ну и как же вот сейчас мы все, глядя друг на друга, в неудовомении восклицаем, ну где же Скобелев? Это русско-японская война. Как всегда, существует несколько версий смерти Скобелева. Некоторые из них связывают смерть с заговором недоброжелателей, некоторые с работой германских шпионов. И ничего удивительного, он был влиятелен и много кому мешал, был неудобен, его очень боялись враги. Он был человек широких взглядов, критиковал многие действия правительства. Период как раз его активное действие совпал с периодом реформ Александра Второго. И это вызывает отторжение, это вызывает, это и вызовало такую реакцию в обществе появления народовольцев, террористов, которые были с чем-то не согласны, и появление оппозиции и политической государю, критики, страна фактически рассказывалась. Смерть Скобелева потрясла не только Москву, она потрясла всю Россию. Винок от Академии Генерального Штаба, Академия Генерального Штаба, это было сосредоточие тогда военной мысли, было написано герою Михаила Дмитриевичу Скобелеву полководцу Суворову равному. Ни об одном другом, ни о выдающихся наших военачальников Багратионе, Барклайде Толе, так не сказано, и даже Кутузов, выдающийся стратег, не удостоился такой оценки. Также хотелось бы привести слова из речи Преосвященного Амвросия, епископа Дмитровского при погребении генерала-дютанта Михаила Дмитриевича Скобелева. Тайна его успехов, нам кажется, заключалась главным образом не в талантах его и победах, не в личных свойствах его характера, а в его полной, всецелой, безграничной любви к Отечеству и Государю, которых никогда не разделяет в своем сознании истинно русский человек. У него не было другой любви и привязанности, кроме любви к Отечеству, не было личных интересов, его занимали только нужды Отечества. Любовь к Отечеству и сила живая, светящая, согревающая, этого великого счастья достиг Михаил Дмитриевич. Зачем толпой стоит народ? Чего в безмолвии он ждет? В чем горе? В чем недоумение? Не крепость пала, не сражение проиграно, пал Скобелев. Не стало той силы, что была страшней врагу десятка крепостей, той силы, что богатырей нам сказочных напоминало. Что интересно, наиболее трепетно к памяти Скобелева относятся в Болгарии. А в столице Софии даже есть бульвар его имени. В плевне есть мемориальный Скобелевский парк, куда при постройке прислали и пушки из России. Достаточно сказать, что в Болгарии сохранилось 450 памятников русскому войну. То есть количество вот этих памятников, которые были установлены в Болгарии после войны, через какое-то время после войны, оно продолжает расти, не уменьшаться. Что удивительно. Небольшой дом-музей был восстановлен в 2000-х годах в родовом имении Скобелевых с Паском Ряжского уезда Рязанской губернии. Здесь же находится могила самого Михаила Дмитриевича, а также его родителей. Мало кто знает, что до Великой Русской Революции в Москве было несколько памятников великому белому генералу. И самый известный из них стоял на Скобелевской площади. Да-да, была такая в Москве. Это та площадь, которую вы сейчас знаете, как Тверская площадь. Именно в 1912 году на этой площади был установлен самый известный памятник белому генералу. Работа известного скульптора Самонова. Но пришел 1918 год, и после известных событий памятник был снесен. И советская власть приложила все усилия, чтобы стереть память о белом генерале, хотя он не имел никакого отношения к белому движению. Имя белого генерала было стерто из всех учебников истории, из библиотек убирались книги о нем, но память уничтожить было невозможно. И память о белом генерале вернулась, вернулась сюда, на проспект Вернадского, прямо перед Академией Генштаба в 2014 году был открыт новый памятник легендарному генералу. Творение принадлежит величайшему современному русскому скульптору Александру Рукавишникову, и я надеюсь, что больше этот памятник не снесут никогда. К сожалению, мы слабо помним, что было сто лет назад, а то, что раньше вообще покрыто какой-то пеленой. Но ведь были события и были люди, и наша задача сделать так, чтобы память об этих людях вечно жила в наших сердцах. С вами был Сергей Бадюк, мой новый проект «Честь имею» и помните то, что стоит помнить. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok